Смотрите сегодня в выпуске. В ближайшие три года в Уфе появится шестиполосная улица с велодорожками. Башкирии устраняют последствия шторма. 1 миллион 750 тысяч квадратных метров асфальта бетона должны быть уложены на дороги в Башкирии в этом году. В республике продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено более 3,5 миллиардов рублей. В сегодняшний день выполнение по объектам составляет 85%. До 1 ноября по факту все работы будут выполнены. В этом году работы ведутся на 217 объектах. В основном это ремонт и строительство дорог, установка светофоров, столбов освещения и пешеходных ограждений. В Уфе приведут в порядок 47 километров улиц. Среди запланированных работ реконструкция улицы Комсомольской. Планируется строительство ливневой канализации, переустройство сетей связи, газопроводов, всех инженерных сетей. Комсомольская – одна из главных дорожных артерий города. Улица проходит через два района – Октябрьский и Советский. Ее протяженность – 4 километра 200 метров. Но реконструкция подлежит участок от улицы Лесотехникума до бульвара Ходи-Довлетшиной. Работы будут вестись поэтапно. Они начались в середине сентября и завершатся только через три года. Дорога у нас расширяется, становится шестиполосной. И из полотна будущей проезжей части нужно вынести все инженерные коммуникации. Этим и обусловлен срок строительства – три года. Сейчас на Комсомольской реконструкция ведется на участке от бульвара Ходи-Довлетшиной до улицы Бессонова. Здесь движение частично перекрыто, осталось две полосы. По одной в каждом направлении. Перекрыть на всю ширину проезжей части, так как у нас улица Комсомольская является дублером проспекта Октября, невозможно. Поэтому организация работ будет осуществлена этапами. По перекрытии движение по половине ширины проезжей части. Как отмечают чиновники, в этом году работы не остановят, даже когда наступит холода. Работа у нас по устройству асфальтобетонных покрытий – это сезонная, как известно, работа. Но переустройство сетей, таких как связь, частично водопровод, если это не кольцевое движение, строительство ливневой канализации, эти работы можно вести круглогодично. Через три года УФА получит улицу широкой проезжей частью с пешеходными и велодорожками. С одной стороны, реконструкция – это дело хорошее, а с другой – вызывает неудобства для водителей. Так выглядит перекрытая Комсомольская в вечерний час пик. Городская администрация просит автовладельцев с пониманием отнестись к временным трудностям и рекомендует заранее планировать свой маршрут. Рустам Нурешев, Эльдар Каюмов и Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ. Башкирии борются с последствиями непогоды. 19 сентября на республику обрушился шторм. Из-за сильного ветра падали деревья, столбы и рекламные щиты. Без электричества оставались более 10 тысяч человек в 150 населенных пунктах. Электроснабжение восстановлено. По данным МЧС республики, повреждены кровли пяти домов и 18 социально значимых объектов. Пострадали 9 автомобилей. В Сибае был введен режим ЧС. К счастью, пострадавших людей нет. Действие циклона на территории республики прекращено. Ветер умеренный, отметили ведомстве. Депутаты Башкирии планируют принять закон о запрете продавать детям бестабачные курительные смеси, камни, сиропы и их аналоги, устройства их потребления – кальяна, вейпы, электронные пары испарителя. Если закон ведут и практика будет положительной, то опыт республики может быть применен и на федеральном уровне. В башкирской столице запустили первое феминистское радио «Квирфем.Уфа». Об этом активистки сообщили в группе ВКонтакте. Создательницы сообщества планируют обсуждать новости и проблемы республики, которые касаются женщин. Радио будет работать в интернет-режиме в формате подкастов. Сильнейшая спортсменка России живет в Целитамаке. Екатерина Трофимова приняла участие в ежегодном турнире всероссийских боевых игр, где была признана лучшей. Наши награды всероссийских юношеских боевых игр в этом году проходили в Анапе. Я участвовала в двух дисциплинах – это К1-разбил кикбоксинга и Вьетфадау – это аналог кикбоксинга только во Вьетнаме. Сложности были, скорее всего, больше в моральном плане, потому что все лето я занималась и готовилась именно к этому турниру, ну и ко всему следующему году. Самое главное было настроить себя на победу и удачно выступить. Тайский бокс в Целитамаке существует давно. Первые клубы по этому виду спорта были открыты и востребованы еще 15 лет назад. Вот это не маленький срок на самом деле, но такой именно большой толчок мы получили за последние 2-3 года, потому что вот мы смогли собраться в федерацию, допустим, да, у нас сейчас в федерации 4 тренера, то есть это, ну, немаловажный успех для нас. Мы ездим на всероссийские соревнования, выступаем на первенстве России, на Кубке России, на чемпионате России наши ребята выступают не только нашего клуба, но и всей федерации. Спорт, он в принципе, в общем, он полезен для детей. Если там, допустим, 10 лет назад, 15 лет назад, там, послушать тренеров и прочее, они все говорили, вот там, ребята в подъездах курят, там, наркоманы и прочее. Сейчас этого нету. Сейчас другая у нас проблема – это гаджеты. Клуб, как и любой другой спортивный клуб, в принципе, как там, не знаю, танцы, шахматы, там, ММА, любой вид спорта, если взять, это прежде всего вытаскивание детей из телефонов, когда дети общаются уже вживую, видят своих сверстников, видят, что сверстники достигают чего-то, не только там 99-го уровня в какой-то игре. Многими болельщиками этот матч рассматривался сквозь призму прошлогоднего плей-офф, когда в финале восточной конференции КХЛ Салават Юлаев уступил авангарду. К сожалению, у финских болельщиков реванша не получилось. Во второй половине стартового периода Павел Дедунов и Сергей Шумаков делают серьезную заявку на победу своей команды. Однако еще до перерыва Владислав Картаев отыгрывает одну шайбу, сокращая отставание до минимума. В дебюте второго периода Захар Арзамастов делает счет ничейным. Следует упомянуть, что в качестве одного из ассистентов выступил Родион Амиров, для которого это набранное очко стало первым в континентальной хоккейной лиге. Развитие успеха хозяева Льда не смогли. На экваторе матча Вячеслав Войнов реализует большинство, а в середине третьего периода Евгений Грачев снимает практически все вопросы о победителе матча. Окончательный счет установил Свен Андригетто, поразивший пустые ворота юлаевцев. В Уфе состоялись Эль Декорейшн Дизайн Дейс. Этот региональный дизайн-фестиваль проходит в столице республики уже третий год подряд. Он объединяет дизайнеров, декораторов и компаний, которые связаны с интерьером. Это наш традиционный, уже ставший традиционный Эль Декорейшн Дизайн Дейс, который проходит в третий раз в Уфе. Каждый раз это всегда новые спикеры, новые темы для обсуждения, какие-то новые идеи. Ну а вот местные коллеги организовывают такую, ну, своеобразную презентацию различных брендов, чтобы дизайнеры могли обознакомиться с какими-то новинками, какими-то идеями. Организовали события в Уфе мультимедийный проект «Уфа Собака.ру». Оно прошло в новом творческом пространстве города «Арт-квадрат». Люди, музыка и неповторимая атмосфера. Я очень люблю наше мероприятие «Декорейшн Дизайн Дейс». Миссия этого события – помогать развиваться дизайну интерьеров в Уфе, дизайнерам интерьеров в Уфе. Очень много молодых дизайнеров сегодня пришли, потому что им хочется учиться, им хочется узнавать новое, и очень много знаний дают наши спикеры. Спикерами события стали известные московские дизайнеры и декораторы. Женя Жданова рассказала гостям о детском интерьере. После образовательной части она также презентовала свою книгу и провела автограф-сессию, где все желающие могли пообщаться с любимым дизайнером и вдохновителем. Я делилась своим опытом как мама троих детей, как дизайнер, с опытом создания нескольких десятков детских комнат, своими наработками и наблюдениями о том, как правильно создавать детские комнаты, и что нужно сделать для того, чтобы детская комната была по-настоящему идеальной, а значит безопасной, эстетичной, экологичной, и там, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и будет развиваться в соответствии с теми задачами, которые перед ним стоят. Событие растянулось на два дня, второй день был не менее насыщенным на спикеров. Основательницы дизайн-бюро «Систер-дизайн» Ирина Маркедонова и Илона Меньшакова решили поговорить с гостями о том, что такое дом. Не об интерьере каком-то конкретном, не о каких-то банальных, скажем, подборах мебели, каких-то фирмах. Мы не будем об этом говорить вообще. Мы будем говорить про атмосферу в доме, как ее сделать так, чтобы люди хотели возвращаться домой. Мы будем говорить про атмосферу, которая бесценна, которую мы любим создавать, мы умеем это делать. Одним из самых ожидаемых выступлений стала лекция куратора и преподавателя британской высшей школы дизайна Ольги Розетт. С большим уважением, относясь к дизайнерам интерьера Уфы, я привезла очень серьезную лекцию академического содержания. Это лекция про 20 век, про события 20 века, которые повлияли на современный дизайн. Это то, что должен знать каждый дизайнер, если он считает себя профессионалом. И вот завтра мы будем проверять это. L-Decoration Design Days поддержала множество партнеров. Каждый из них подготовил свою зону и представил дизайнерские решения, которые можно реализовать в Уфе. Мы тоже в этой сфере работаем уже более 25 лет. Стараемся внести в дом наших заказчиков прекрасную мебель, плитку, сантехнику, свет. Да, все носят дизайнерскую одежду, но почему нельзя иметь дома дизайн от дизайнера, скажем так. На L-Decoration Design мы уже принимаем участие два года. Это целый праздник для жизни города. Во-первых, большая возможность завязать новые контакты, познакомиться с дизайнерами, в то же время заключить договора, присутствовать на лекциях. Вы знаете, Дорожкин и Жданова, у них очень такие масштабные, объемные лекции, где можно поучиться. Оттуда я беру информацию для себя, где обучаю уже своих менеджеров по продажам. Участниками мероприятия стали уфимские дизайнеры и декораторы, которые, вдохновившись этим уникальным событием, отправились творить и создавать самые уютные и красивые интерьеры в нашем городе. Анастасия Ходик, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Не так давно Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции протеста в центре столицы Павла Устинова к трем с половиной годам колонии. Была применена статья о применении насилия в отношении представителя власти. Устинов вывихтнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Это справедливо. Но все оказалось не так просто. Сержант Александр Лягин заявил, что Устинов сопротивлялся, поэтому полицейский заработал вывих. В то же время сам Устинов в своих показаниях отметил, что его уезли на скорой в больнице имени Склифосовского, где он провел 20 дней. Свою вину он не признал и добавил, что на акции оказался случайно. Кстати, есть видео сдержание, где все не так однозначно. Львиная доля пользователей сети возмущена приговором, поскольку не увидела в том видео никакого нападения, а лишь падения сотрудника. Ну тут же извините, гравитация. Ах ты, гравитация бессердечная, ты чё? Впрочем, дело бы не было столь резонансным, если бы за Устинова, который является актером по долгу службы, не вступились коллеги по цеху. Константин Райкин, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Ирина Старшинбаум, Кристина Асмус, Гарик Харламов, Александр Петров, Данила Козловский, Ирина Горбачёва, Максим Галкин. И это далеко не полный список. Абсолютно произвол и самосуд. Кошмарно, обидно. По данным следствия, Устинов оказал активное сопротивление. Положив правую руку, применил силу корпуса, оказал воздействие на плечевой сустав Александра Лягина. Ранее другой фигурант дела Кирилл Жуков получил три года за то, что поднял забрало шлема росгвардейца, чем причинил сотруднику боль. Сергея Абаничева арестовали за то, что он кинул в сотрудника бумажный стаканчик. Еще одного участника акции Айдара Губайдулина обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника за брошенную в сторону сотрудника пластиковую бутылку. Святые сосиски, какие мы нежные! Конечно, не нужно трогать представителей власти, никто и не спорит. Но, может, все же стоит выбирать людей покрепче? Ведь Россия всегда славилась своими богатырями. Крепкими ребятами, которых нельзя вывезти из строя бумажными стаканчиками, бутылками и даже руками. Ведь тогда тревожно становится за Россию-матушку. А что, если реальный враг нападет? Да еще и с руками. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова